Здравствуйте, уважаемые зрители! В редакцию Ульяновской правды обратился подполковник в отставке, мастер спорта СССР по легкой атлетике Филимонов Николай Иванович. Николай Иванович много лет отдал военному делу, спорту, и ему есть чем поделиться с молодым поколением. Он написал статью о победе в Сталинградской битве. Николай Филимонов на один год старше Ульяновской области. С 1966 года он служил в Советской армии, прошел путь от рядового до подполковника, обучал и воспитывал курсантов, развивая в них дух патриотизма. Сегодня он считает своим долгом рассказать молодежи о главных событиях в истории нашей страны. Вернулось время то, которое опять наши враги не забывают и хотят, как говорится, опять уничтожить нашу Россию, нашего государства. Ну и второе хочу сказать, что Сталинградская битва в годы Великой Отечественной войны сыграла очень важную роль, и я скажу самое, когда решалась судьба нашего государства. Вот в это время и было принято решение, чтобы во что бы то ни стало, чтобы наша Сталинградская битва, она победила врага и решила в ход изменить Великой Отечественной войны. Но у вас болит душа за поколение, за будущее. Вы очень много лет посвятили воспитанию молодежи патриотическому. Расскажите о своем профессиональном пути. В 60-м году я был призван в ряды вооруженных сил. Курс молодого бойца я проходил в Казани. Очень быстро мы присягу военную приняли, и нас в эшелон и в группу советских войск Германии отправили. И я прибыл в октябре месяце в группу советских войск Германии. Как рядовой солдат я. Я рядовой солдат. Сразу в Германию отправил. Да, в Германию. Ну, я как технический человек и попал в танковую часть. Танковая часть была очень, я скажу, она армейского бронетанкового ремонтная мастерская. Мастерская, она подчинение штаба армии была. Ну, вот я там прослужил три года, три месяца. С 60 октября и по декабрь месяц 63-го года. У Николая Ивановича не было намерения служить дальше. Но, вернувшись домой, он стал скучать по военному делу. В итоге поступил на сверхсрочную службу. Стал инструктором-механиком Ульяновского танкового училища. А затем поступил туда же учиться. И два года я прослужил. Скажу, училище очень знаменитое. Одно из ведущих военных училищ Советского Союза. Он имел большой богатый опыт. Столько офицеров принимали участие и в гражданской войне. И в Великой Отечественной войне, и в других боевых этих действиях. Ну вот, заканчивая двухгодичную сверхсрочную службу, я занимался не только как инструктором, я еще и спортом занимался. Выступал за училища и в городе, и в области, в Приволжском военном округе, и также на чемпионатах вооруженных сил. На последнем курсе танкового училища Николаю Филимонову предложили пройти курсы политработников. После их окончания молодого, но уже опытного выпускника направили служить в Туркестанский военный округ. Этот округ, конечно, всегда говорили, сложный, тяжелый, по климатическим условиям, жара, все. Ну, Родина посылает, что ж, надо ехать. Ну и поехал служить для дальнейшего продолжения службы. Вот я там в начале, я, как говорится, был замкомандиром роты по политической части. Служил на самой южной точке нашей страны Кушка. Военная служба не помешала спортивным успехам. Николая Филимонова пригласили в спортивный клуб армии Ташкента и назначили заместителем командира спортивной роты. Здесь же он проводил политическую работу пять лет. И я четыре года был замполитом, спортивная рота, и это... Я также не только исполнял обязанности, я еще и занимался ведущим спортсменом был. Выступал за Туркестанский военный округ, за Узбекистан, Туркменистан, так как наш округ находился на территории этого. Вот. Вы даже являетесь мастером спорта. Да-да-да, я вам покажу это, да. И я попал в сборную Туркмении, как я служил на территории, и выступал на пятой спорткете народов СССР. Это я вам все покажу. Это в 1971 году. Как раз в канун за год до Олимпийских игр. Раньше всегда на спорте однородов СССР проводилось. В канун за год до Олимпийских игр отбор был. Конечно, у меня стремление, желание быть, попасть в сборную. Но я не попал в число, а ну я все-таки в восьмерку, 12-е там место. Семья когда появилась? Там нашли свое? Нет, я нашел как раз до поступления в училище. То есть она из Ульяновска тоже место? Нет, она из Дмитровграда. Ну, Ульяновская область, да? Да, она очень такая любимая, дорогая. И для меня, и для моих детей была очень преданная. Она к службе относилась, поддерживала. Дай Бог ей, как говорится, Царство Небесное. Как звали жену? Софья. Вот. Я отношусь, и дети, и все мои друзья с уважением к ней. Сколько детей у вас? У меня двое. Сын в 66-м году родился, как раз поступал в училище. Дочь 74-го года. Я тоже детьми доволен. А когда вы воспитывали своих детей, внуков, какие главные принципы вкладывали вот в это? Какие вы хотели, чтобы они выросли? Я всегда говорил так, чтобы получали знания, находили свое место в жизни. И это то, чем вы хотите заниматься, чтобы любимое дело было. И чтобы для вас было хорошо, и для государства, и для семьи. Больше никаких этих. Вот я к ним такое отношение всегда. Слышат они вас? Услышали? Не только, ни в адрес, ни в сына, ни дочери, ни внуку. И даже и снохе у меня, сноха. Никому я не имею претензий. А может быть, в ответ дети, внуки вас тоже чему-то научили? Сейчас вот новый век, новая технология. Вы чему-то учитесь у них? Я иду со временем. В ногу, да? В ногу. И их поддерживаю. Я как жизнь идет сегодня, так и должны жить. Другого нету. Назад дороги нету. Нужно только идти вперед. И жить со временем. И идти в ногу. Вот у нас сейчас Министерство просвещения и воспитания федеральное вводит снова начальную военную подготовку в школах. Как вот вы относитесь к этой инициативе? Как же нужно это? Положительно. Много слов не надо. Положительно. Потому что это дает основу для подготовки военного дела. А мы должны готовы зашить Родину. А зашитники должны быть готовы. И вот как сегодня я по телевизору, газеты читаю, многое что-то у нас сокращалось, но сегодня снова возобновилось. Я преподавал военную подготовку студентам. И фотографии покажу, какие. Вот покажу вам. И скажу, что это большую роль имело. Они были студенты, заканчивая, имея в любое время призвать его на зашит Родину, он готов будет. И как патриот, и своего дела. По какой военной учетной специальности? Артиллерист, танкист. Ну вот что сейчас должна сделать наша армия, чтобы восстановить вот эту работу? Вот ваши советы, как бывалого, опытного, военного. Бывало, опытного. Я хочу, поддерживаю президента, поддерживаю министра обороны. Те, которые вопросы, они вопросами занимаются, в соответствии этого времени. Я сто процентов поддерживаю. То есть все, что делаете, делаете сейчас? Все необходимо для победы. Много не надо слова говорить. Все для победы. А потому что и те противники же хотят. И мы, а мы должны сильнее быть. Если сильнее не будешь, победа не будет. У нас этот 2023 год сейчас объявлен годом педагога и наставника. В вашей жизни были какие-то главные учителя, которые много дали вам. Можете вспомнить их, чему они вас научили? Я пришел, были уже у фронтовики. И я видел, какие они эти преданы были. И своего дела военного знали. Военного дела знали. Я от них много почерпан. И военное училище, которое я закончил, я благодарен этому училищу, что у нас очень были военные, профессорский, преподавательский состав на кафедрах военного училища. Соответствовали всех требованиям, и они нас многому научили. И я много брал примеров из преподавательского, из командиров, и, ну, где бы ни было. И в дальнейшей службе я, когда младшим офицером был, у нас младший, старший состав прибыл, и там еще были. И я всегда брал пример от наших тех военнослужащих, которые прошли и войну. Они много дали нам. Вот. Я хорошо хочу сказать, 1961 год Берлинскую стену ставили. И я служил в то время. Такие маршалы, такие командующие, которые в годы Великой Отечественной решали судьбу нашего государства, нашей Родины. Это Конев Ивана Степановича, Малиновского Родиона Яковлевича. Я могу их по имени и по отчеству знать. Я очень, это же такие великие командующие, которые внесли вклад в победу нашей Великой Отечественной войны. Мы должны на них равняться и брать пример, и воспитывать молодежь. Николай Иванович Филимонов дал путевку в жизнь многим спортсменам. Он выпустил три роты квалифицированных военных, офицеров, автомобилистов. Один из его подчиненных стал генералом. Другой руководил Ульяновским танковым училищем. Николай Филимонов был награжден Орденом за службу Родины третьей степени. Николай Иванович, вот вы, вам 81 год исполнилось в прошлом году. Вы ровесник даже старше Ульяновской области. Не было желания переехать. Почему вы остались здесь, трудились на благо Ульяновской области, вернулись сюда? И что для вас Ульяновская область? Ну, мы как военные, у нас нет постоянного места жительства. Нас дали приказ, мы для дальнейшей службы едем. Куда? В пески, в пустыню, в тайгу. Если бы не было развала Советского Союза, может быть, я и так бы остался там. Но, однако, когда совершилось событие в 1991 году, развал Союза, я сказал матери, поедем домой. Родина есть родина малая. Николай Иванович, сейчас много говорят о патриотизме. Вот ваш совет молодому поколению, почему сейчас важно и нужно быть патриотом? Есть ли на сегодняшний день такая сложная, тревожная международная обстановка? Она заставит человека, даже сама обстановка должна заставить. А то, что молодежь особенно надо, я бы, если был бы молодой, я бы так же пошел, как вот и служил когда-то, всего, ну, уже возраст не позволяет. А я бы пошел. Николай Иванович Филимонов уверен, что свою родину нужно ценить, любить и быть ей благодарными. Ведь именно она дала нам всем образование и путевку в жизнь. Другой родины у нас нет.